Ну и для тех, кто еще не в курсе, или может быть забыл, или вообще не знал, хочу вам напомнить то, что сейчас на влоговом канале, на моем ссылочке, на который есть в описании, идет розыгрыш акустической гитары. Ссылочку на видос, в котором я рассказываю о розыгрыше, я тоже вам оставлю в описании, поэтому обязательно переходите и участвуйте, ничего сложного там нет. Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hellscream Academy. А это первое видео из серии «Учимся петь». Да, это ремейк видоса, который был года 4-5-6 назад, не помню, короче, давно. Просто новая картинка нормальная и нормальное изображение. Плюс разная накопленная за эти годы информация, которая добавится в этот видос к упражнениям, про которые я сегодня буду вам рассказывать. И рассказывать я вам буду про то, каким образом вообще начать заниматься пением. То есть, если вы внезапно хотите научиться петь, что делать, какие упражнения, зачем следить и на что стоит обратить внимание. И мы это с вами разобьем на несколько интересных пунктов, которые каждый отвечает за свою какую-то часть. Ну и сразу же скажу вам какой момент. Для того, чтобы нормально осознавать, что вы делаете, как вы поете, нам нужно понимать 4 основных элемента. Это опора и дыхание, это резонирование, дальше идет мышечная развитость и, соответственно, позиционирование звука. Это, знаете, как вот 4 ноги, на которых все это держится. То есть, без одной оно будет уже шататься и будет очень неудобным. Ну и давайте, собственно, начнем вообще, как к этому делу подойти, как подойти к пению. Вот вам внезапно в голову прям, хочу научиться петь, что делать. Первое, нужно, во-первых, расслабиться. Второе, нужно научиться принимать свои ошибки. Потому что вокалист — это первый человек, которого слышат все, и все его косяки сразу же замечаются. Поэтому просто надо приукнуть к тому, что вполне возможно, что окружающие будут слышать ваши косяки. Тем более, когда вы начинаете учиться, потому что это больно психологически. Голова реально прям страдает в этот момент. Ну и самое прям основное, на что стоит обратить внимание, это то, в какой позе вы все это делаете. Вот я сейчас сижу, как я уже рассказывал в видосе, каким образом заниматься вокалом, например, в машине, и задницу свою задвигаю прям максимально в угол кресла, чтобы моя спина была прямая. То есть грудная клетка здесь прямая и спина прямая. Если вы посмотрите видосы с разными вокалистами, которые там скрючившись кричат, там вот так вот, да, вы обратите внимание на то, что спина все равно прямая. То есть он спереди может быть весь вот так вот скукожен, но спина прямая. Ну это просто вот с точки зрения того, что вашим мышцам так удобней. Если вы занимаетесь сидя, это должен быть какой-то стул типа табуретки, либо вот этот барный стул высокий такой, либо просто вы можете сесть на кончик стула, то есть прям берем его вот так вот отодвигаем, и у вас просто не будет шансов удобных, грубо говоря, да, как-нибудь вот так вот сидеть. Потому что у вас спина будет вынуждена держаться прямой, чтобы не выскакивать, просто ну чтобы в неудобной позиции не оказаться. Это самое первое и самое необходимое, на что стоит обратить внимание. Ну и по сути дальше это как раз будет из этого всего развиваться. Следующий момент, на который нужно обратить внимание и за которым нужно следить какое-то время, это то, что ваша грудная клетка, то есть вот этого вот движения быть не должно, когда вы поете, дышите, вдыхаете или готовитесь говорить, неважно, что вы делаете, прям реально какую-то песню поете или какую-то фразу говорите, читаете доклад, например. И второй элемент, который очень часто мешает всем, это плечи, которые вот так вот подскакивают и зачем-то человек начинает ими толкать все, хотя никакого толчка в результате и не происходит, потому что они никак не привязаны, они не бьют по диафрагме, которая воздух выталкивает вверх. Просто представьте себе это каким образом. Диафрагма это мышца, которая вот таким вот образом выгибается и выдавливает воздух через ваше горло. Давайте не будем про всякие гортани, про трахеи, про все это разговаривать. Просто вот тупо через горло выдавливается воздух, причем с определенной скоростью, с определенным давлением, то есть вы можете все это дело контролировать, чтобы у вас воздух был не разрозненный, такой прям вот так вот улетал, а чтобы его тратили постепенно, и при этом в нем была какая-то компрессия, то есть он был немножко сжат, чтобы все это получалось плотно. То есть в зависимости от того, каким образом вы собираетесь петь, мощно, громко, высоко или тихонечко, низко, прям еле-еле-еле, меняется вот эта самая компрессия и то, с какой силой вы это все дело пуляете. То есть фишка в том, что плечи здесь вам вообще никак не помогут. Да, бывает такое, что люди плечами двигают как-то вот просто, чтобы придать каких-то эмоций, просто как-то подтолкнуть все это дело, но основным движением это быть не может. То есть, допустим, Честер из Линкен-Парк, тоже можете обратить внимание, что он плечами двигал, но он это двигал, это видно, что он не дыханию помогает, а это чисто эмоциональное какое-то движение, привычка. А у многих людей встречается такая проблема, что они начинают прям вот так вот все это толкать. То есть фактически вы толкаете не вверх, а вниз. То есть берете поверхность, да, и начинаете давить все это дело вниз, и у вас посередине маленькая такая струйка воздуха дохлая получается, и толком ничего нормального не выходит. Поэтому первое, за чем стоит следить, это то, как расположены ваши плечи и грудь, и шевелятся ли они, когда вы воспроизводите какие-то там звуки поющие. То есть проще всего здесь бросить плечи вот так вот вниз и упражняться, потому что в первую очередь, за чем мы будем следить, это за движением живота. Здесь это можно отслеживать вообще огромным количеством способов, то есть мы берем, например, две ладони, упираемся в верхнюю часть живота и прям толкаем, да. Сразу можно вспомнить здесь самураев. Вот эти вот движения, которые могут вам подсказать, каким образом работает диафрагма и вообще каким образом работает дыхание. Но в данном случае это рывковые движения, которые нам нужно разобрать, растянуть, чтобы мы аккуратно их успели, грубо говоря, использовать. То есть не просто выплюнул, да, все, а прям и держим вот это вот состояние, постепенно выпуская воздух. Теперь давайте поговорим о движениях живота во время пения или воспроизведения нот. Ну или когда вы говорите, например. Понятное дело, что сейчас это будут утрированные движения, которыми я вам покажу, что должно происходить, потому что потом вы постепенно встраиваетесь в свою такую механику, чтобы ничего лишнего не происходило, чтобы никаких рывков лишних не было, то есть слишком сильно, слишком мало. Потому что я встречал такие проблемы, что у меня студент пришел со своим другом записывать кавер, и друг его начинает петь тихонечко, прям такой... Что-то вот прям еле-еле-еле, и через пару минут он уже весь мокрый, прям потеет, стоит. Я говорю, ты чего? Я говорю, хорошо себя чувствуешь? Он такой, ну, я опору держу. То есть звук очень легкий, он напрягает живот так сильно, что у него здесь ничего не получается, потому что все напряжение сковано туда, и он не понимает, что у него здесь происходит. Соответственно, как бы он просто устает, а работа вообще не выполнена. То есть это вот как раз неправильно. Опора должна работать именно настолько, насколько она должна работать. И вот к вопросу об утрированных движениях. Значит, что нужно сделать? Здесь несколько прям топовых способов понять, каким образом вдыхать прям глубоко, прям до самого дна. Первый способ. Мы прям выдыхаемся, прям... Да, сдулись. И после этого медленно через нос начинаем втягивать воздух. Вы почувствуете, как вот этот холодок двигается вот таким вот образом, и у вас в первую очередь начнет надуваться живот. Помните про то, что плечи и грудь шевелиться не должны. То есть мы прям берем вот так вот, грубо говоря, как-то вот расслабляемся, прям... И поехали, вдыхаем через нос. Вот, я вдохнул. Этого даже слышно не было, но вот просто сейчас возьмите и медленно попробуйте таким образом вдохнуть. То есть прям... Сдулись и прям... Медленно, медленно через нос прям втягиваем, втягиваем воздух. Вы почувствуете, что ваш живот хочет сделать вот так вот. Прям начнет надуваться. И вы можете надуться прям до состояния, когда уже прям девать некуда. Это неправильно, но с точки зрения того, каким образом это понять, это очень хорошая подсказочка, что вы можете до огромного такого надутого состояния набить в себя воздух, аккуратненько вдыхая через нос, именно в самый низ. То есть можете представить себе кувшин, в который вы заливаете прям по краешку до самого дна, а не сверху кладете, что у вас здесь все забивается, и вот этот объем снизу, который находится вот здесь вот, не используется. Следующий очень интересный момент, который еще и дополнительно влияет на позиционирование звука, это вдох через улыбку. Вот это прям реально бомба. Но опять же, плечи и грудь. Мы берем, опять выдыхаем. Вот так вот улыбаемся, типа растянули такую улыбу, да? Как Шварценеггер с пятью сигарами во рту, да? Прям... И у вас прям вот так вот все, пум, очень быстро надуется. То есть вдох будет прям... Прям... Накопили воздух. Это очень показательная штука. То есть если вы запомните вот это вот ощущение, которое... На вдохе, да? А, оно там вот такое вот открытое и останется. Это очень полезное умение и понимание, как это все должно быть потом расположено. Еще один прикольный способ в данном случае, это, знаете, вот мы опять выдыхаем прям... Вот так вот. И делаем вид, что мы увидели привидение, очень испугались, но при этом удивились. То есть прям... Вот так вот прям... Да, то есть такой прям... Резкий вдох. Как-то раз мне очень-очень давно дали очень полезный совет, в котором была одна простая фраза. Вдыхай так, будто ты вдыхаешь даже порами на заднице. То есть вы втягиваете воздух не только через рот, а как будто со всех сторон прям в себя так... Собираете его. Это очень полезная штука для того, чтобы ее себе представить. И вот это вот движение, которое мы сейчас делали с резким таким... Да, вдохом. Нужно запомнить. Запомните просто все вот эти вот, допустим, три элемента, чтобы потом мне не пришлось вам про эту штуку напоминать. Кстати, если интересно, обязательно подписывайтесь на мой влоговый канал, на котором видосы выходят каждый день в 7 утра, не считая субботы и воскресенья. Там много интересного контента. Я рассказываю о видеосъемке, показываю бэкстейджи с концертов и съемок, рассказываю о музыкальном бизнесе и работе на студии, лайфхаках и многих других вещах. И я просто обожаю делать киношные вставки. И вот вам небольшой фрагментик. Ссылочка в описании. Далее нам нужно запомнить и понять один момент. Он немного такой, знаете, абстрактный и не совсем понятный, но каким образом я его объясняю, чтобы студенты понимали вообще, о чем речь идет. Давайте поменяем воздух, ну, типа на воду, например. Да, то есть мы набираем кувшин с водой или мешок с водой, неважно. Когда вы поете, когда вы говорите, ваше состояние, в котором вы пребываете, вот просто сейчас расслабьтесь, ничего не делайте, хотя, когда я это говорю, первое, что у обычного человека происходит, он начинает напрягаться. Поэтому просто поймайте себя в какой-то момент, когда вот вы просто спокойно ничего не делаете. Да, то есть состояние спокойствия. В этот момент вы внутри держите воздух, который и будете использовать на то, чтобы что-то спеть или проговорить. Потому что если вы начнете набирать его, первая стартовая позиция у вас будет неудобная. У меня студенты эту штуку называют синдром Винни-Пуха. Когда ты слишком сильно надуваешься, и тебе просто неудобно, потому что воздух вот так вот давит, и стартануть даже звук нормально не можешь. Объясняется это каким образом? У нас, грубо говоря, есть вот 75% давления, которое нам удобно. Нормальное давление. Не максимальное 100%, а нормальное давление. И действуем мы каким образом? Представьте себе, что у вас есть дезодорант. Да, то есть что-нибудь вот такое вот, да? Как вы пользуетесь им, да? Попшикали, поставили. У нас же логика будет с вами какая? У вокалистов. Это вот можно себе сразу в голову такую фразу забить, что вокалисты перерабатывают кислород. Каким образом? Вы пшикаете и выбрасываете баллончик, потому что, видите ли, вам нравится, что новый баллончик, который вы только что купили, распаковали, вот во время нажатия пальцем на вот эту вот кнопочку, вот ощущение вам удобнее, что вот оно с нормальным давлением внутри. Не с таким сброшенным уже давлением, а с нормальным. Вот, здесь можно это еще привести пример, как, знаете, как купил машину в автосалоне, кончился бензин, купил новую. Вот приблизительно то же самое. И то даже не кончился бензин, а доехал от автосалона до места, куда тебе надо было доехать, вышел и выбросил машину. То есть вот приблизительно такая вот логика здесь должна быть. Фишка в том, что именно таким образом мы и действуем. То есть здесь еще один прикольный очень такой элемент, которым можно это дело объяснить, это стрелялки компьютерные. То есть, ну, многие играли во всякие Counter-Strike, кто-то там GTA, Mafia и прочее. Вспоминаем один простой момент, на который, в принципе, в играх, ну, никто внимания не обращает до тех пор, пока не сталкивается с этой проблемой. В первой Mafia и во второй Mafia была реализована такая штука, что когда вы отстреливаете пару патронов из обоймы и нажимаете перезарядиться, то эта обойма достается и улетает куда-нибудь, ну, просто на улице, да, она куда-то улетает. Вы достаете из кармана другую обойму с 50 патронами в Томпсон, вставляете, и те 48 недостреленных улетают в никуда. То есть, они не попадают волшебным образом вам в карман. У вас есть три обоймы по 50, да, если из первой вы отстреляли три, то вот эти вот 47 патронов, оставшиеся, у вас улетают. Вот здесь нам это и нужно. А не как в обычных стрелялках, когда у вас там три патрона отстрелил, и ты такой перезаряжаешься, и эти вот 27 недостреленных из обоймы, да, оказываются обратно в кармане. Каким образом? Ну, я думаю, логика, в принципе, ясна. Так вот, наша задача научиться вот эту вот недостреленную обойму выбрасывать. Это называется сбросом опоры, когда мы какую-то фразу музыкальную проговариваем, пропеваем, или что-то там, какой-то вокалист. Музыкальная фраза, что это такое? Это может быть одна нота, это может быть одна фраза, это может быть одно слово, это может быть один слог с несколькими нотами. То есть, это вот тот момент, когда у нас есть секундочка на вдох. Ну, логичная секундочка на вдох. В этот момент мы выбрасываем весь оставшийся воздух, и заново вот этим вот как раз И с пугом вдыхаем, за счет чего Приобретаем обратно вот это вот свое Стандартное состояние с 75% То есть здесь, если вы Обратите внимание, даже как я говорю Я говорю какую-то длинную-длинную-долгую Фразу, потом в какой-то момент прям резко Вдыхаю, я вот сейчас, когда это Показывал, успел вдохнуть, да И продолжаю говорить с такой же атакой То есть я постоянно начинаю со стандартного Своего давления, которое мне Удобно, и соответственно, когда я таким образом Работаю, голос постоянно работает В нормальном режиме, то есть Нет изменения давления то больше, то ниже Вот так вот это все не скачет И, соответственно, связки не устают Голос не устает, и когда мы поем Это очень важный элемент И сейчас, когда мы начнем с вами как раз обсуждать Уже какие-то взаимодействия с голосовыми Связками, чтобы воспроизводить ноты Мы как раз этим вот мышлением И попробуем воспользоваться Первое, что обычно нужно вообще человеку попробовать делать Это спеть ноту Очень часто это звучит как Вот так вот как-нибудь, да Это мы сейчас с вами обсуждать не будем Это позиционирование, резонирование звука Но я вас попрошу сделать просто звук А, абсолютно расслабив лицо Ведь когда вы говорите, вы не делаете А, вот так вот Вы не делаете там А, вы делаете просто А, да, то есть Расслабьтесь и спокойно Сделайте звук А А А И, например, если мы сейчас возьмем с вами какую-нибудь рандомную нотку Мы ее держим И она просто тянется Здесь какая логика Мы берем сейчас с вами, выдыхаем Выдохнули Да, то есть сделали аккуратную легкую нотку Выбросили воздух Опять заново вдохнули Сделали аккуратную такую же нотку Выдохнули То есть опять делаем Да, то есть таким образом Отрабатываем в голове Вот это вот мышление Выдохнули, чтобы вернуться в нормальное состояние Из какого-то своего бегущего, грубо говоря, да Сделали ноту Выбросили оставшийся воздух Вдохнули заново Таким образом и работаем Ну а теперь стоит вспомнить и попробовать как-то привязать Вот это вот то, что я вам говорил про рывок самурая К постоянному звуку Как же это сделать? Мы вспоминаем вот это вот Пытаемся таким рывком прям шлепнуть звук Чтобы он полетел При этом не забываем про вдохи Вот этот про рывки плечами То, что этого не должно происходить Соответственно мы взяли Я вот держу, продолжаю его То есть давление сделал А, О, У, И Расслабился Да, то есть Ха Ха Поймал А, О, У Да, то есть Прям вот уперся в звук Попользовался этим давлением Выбросил его Да, то есть Если вы обратите внимание То звук меняется Потому что воздух упирается фактически в голову Вот так вот Да, и дает возможность звуку распространяться То есть Такой столб жесткий получается То есть мы сейчас берем И я беру давление Ха 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 Вот оно сидит Да, и если я буду его держать Вот таким вот образом Будет ощущение Как будто я его пою Да, то есть Думаю Разница с разговорной речью ясна Да, когда я говорю Я тоже этим пользуюсь Но не так сильно Как этим пользуюсь Когда собираюсь петь Следующий очень важный элемент Это как раз понимание того Сколько воздуха уже у вас внутри Потому что многие надуваются Как я говорил Доводят себя до синдрома Винни-Пуха И просто Ха Ха Уже не Просто сразу тянет зевать И ты не можешь петь Кстати, если кого потянуло зевать Напишите об этом в комментариях Потому что, как доказали британские ученые Это психологический вирус Значит, что можно здесь поприкалываться Как понять, каким образом работает опора Берете сейчас Выдыхаете прям Да, до самого упора И после этого Максимально много вдыхаете Чтобы у вас поднялись плечи, грудь Все вот прям максимально много Максимально неправильно Прям Вдыхаем Прям Чтобы неокуда класть было, да? Сразу же зевать тянет Фишка в чем Когда уже воздуха вот так вот много Мы останавливаемся Ничего не делаем Прям Держим его И аккуратненько Еле-еле Пытаемся сделать своим голосом Такой Какой-нибудь там Оу Эй Очень легкий Расслабленный Маленький звук Туда вниз Чтобы здесь все расслабилось И именно таким образом это и работает То есть здесь Как моя любимая фраза Что такое пение Пение Это звукоизвлечение С ощущением задержки дыхания То есть вы не выдавливаете весь воздух Да? Который у вас есть сразу же Мы с вами учимся его расходовать Аккуратно Чтобы он не улетал сразу Об этом я буду говорить в следующих видосах Где мы с вами будем говорить Об экономии воздуха О расходе О всей вот этой фигне Удержание постоянного легкого давления Потому что Мы можем понять Либо у одних ворот Где прям Либо у других Где Все вот так вот Рассыпается Посередине Никто сразу Не останавливается Но это тоже Очень важная вещь И соответственно Как этим можно воспользоваться Вы надуваетесь до максимума Пытаетесь сделать легкий звук Расслабляетесь Потом надуваетесь не до максимума Пытаетесь сделать легкий звук Расслабляетесь Чтобы вот это ощущение Как бы схватывания воздуха Животом Вы смогли сохранить На протяжении Вот этого расслабления До состояния Своего обычного давления В котором вы вот Сейчас пребываете Ну а если ты хочешь получать Еще больше обучающего контента Обязательно подписывайся На мою страничку На сайте патреон Куда я выкладываю Огромное количество Обучающих роликов И ответов на ваши Вокальные вопросы Ссылочка в описании Теперь чтобы это было Понятнее И можно было как-то потренироваться Давайте немножко Обратимся к пианино Сейчас это будет нотка Фа малая октава Для мужского диапазона И для девчонок Соответственно Это например Может быть там До или ре первой октавы Что здесь можно сделать Во-первых Первый вопрос У вас сразу же будет А как в нее попасть Но это мы сейчас Немножко позже с вами Обсудим Когда будем ноты менять Я говорю О такой среднестатистической ноте Которую вам просто удобно Сделать А Вот как вот я говорю А Та же самая нота В тот же самый тон Не пытайтесь никуда тянуться Просто Рандомный звук А Что мы с вами сейчас будем делать Мы выдыхаем Вдыхаем Делаем ноту Бросаем воздух Вдыхаем То есть как бы делаем Пумшкшк 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 Как из помпового ружья стреляем Надо только У нас нотка немножко длиннее будет Что мы делаем Да то есть Учимся Вот этому вот Перезагрузке Перезарядке звука Много естественно Делать эту штуку не стоит Потому что вот у меня уже Башка поплыла Но Ощущение вы должны запомнить Ну это перенасыщение кислорода Мы просто Плыть начинаем Здесь надо просто Вот эту вот привычку Пу-тш-к Пу-тш-к Да Запомнить То есть мы фактически делаем Выброс Вдох Звук Выброс Вдох Звук Такая последовательность То есть просто Когда мы начинаем петь У нас редко Когда будет прям вот Заранее Прям вот перед первой фразой Сильный вдох Ну это зависит от композиции Тоже от того Какой материал мы поем Что мы поем Как мы выступаем И прочее То есть где-то прям Звук вдоха Может быть отрежет вам Звукорежиссер Чтобы его не было Потому что там пауза Например в песне Но именно сама логика в том Что обратите внимание Как я говорю Просто вот Только что был вдох Можете немножко назад Перемотать Посмотреть А то вы слышите Как я так резко вдохнул При этом вдох происходит Таким образом Что я успеваю Выбросить воздух И вдохнуть обратно Но многие подумают Типа Ну я же когда пою Или говорю Я же трачу воздух Вот как раз Здесь Ты не прав Или не права Логика в чем Помните говорил то Что мы компрессируем И расходуем воздух Потихоньку И перерабатываем его Процентов 70 Из того давления Которое мы в себе Ощущаем Нам нужны для того Чтобы просто жить Потому что ну Человек такая тварь Которая Ну иногда хочет дышать Просто хочет вдохнуть Ну то есть там Мышцы Чтобы работали Сердце Чтобы стучало все дела Чтобы у нас кислородом Кровь была наполнена То есть ну Я думаю вы поняли о чем Тут уже анатомия начинается Вот эти 70 процентов Просто нам нужны Для того чтобы поддерживать Внутреннее давление Которое сопротивляется Атмосферному Грубо говоря Да то есть Чтобы просто вас Вот так вот Не схлопнули Легкие Но это как бы Лишняя фигня вообще Абсолютно Поэтому Здесь первое О чем нужно подумать Что из этих 75 процентов Которые вот у нас В обычном состоянии Мы Может быть При максимальном Просто длинной Длинной Очень длинной Фразе Используем процента 4 Реально Вот реально И тут как бы Сразу можно вспоминать Какую логику Человек Который вот смотрит Там какого-нибудь Честер из Линкен Парк Который тянет Какой-то 30 секундный скрим Такой Вау У него легкие Наверное Прямо до пяток Огромные Это просто невероятно Ну вы видели Честер Он вот такой вот был Вот такой вот Логика то в том Что он просто воздух Медленно тратит И главная проблема В том что Мы могли бы тянуть Куда более длинные звуки То есть не 30 секунд Да допустим 2-3 минуты Вполне Могло бы этого воздуха Хватить Но Два момента Первое Человек Как я уже сказал Иногда хочет дышать Второе Если вы возьмете руку Да вот просто руку Изобразите из себя Какой-нибудь там Коготь тигра Прямо так вот Напряжете пальцы И прям поддержите его 30 секунд У вас рука начнет затекать А потом представьте себе Что вам еще через Более мелкие Такие же мышцы Надо еще звук пропускать Чтобы он получался нормальный Не травмировал вас И звучал со стороны Тоже адекватно Вот они Две проблемы Которые не дают нам тянуть Офигительно длинные Какие-то фразы Или ноты Ну как бы Кому мало 15 даже секунд Зачем больше Это уже как бы Знаешь Это какой-то спорт Это ну Сложно Каким-то вокальным приемом Называть Просто хорошая работа Опоры И компрессии звука Естественно Если у человека Звук воспроизводится здесь Именно сама технология Звукоизлечения Не поставлена Он там рычит Например на связках Или просто поет С огромным количеством Субтона То у него воздух Реально закончится Очень быстро Но Опять же Нужно уметь Это дело контролировать Чтобы вы понимали Что вы делаете И зачем Теперь давайте поговорим Непосредственно О попадании в ноты И как вообще Начинать прицеливаться К этому всему Вспоминайте Двухпропеллерный самолет Он заводится У него сначала Правая и левая Вот так вот Все там трясется И выравнивается Вот приблизительно Такие же ощущения У вас будут Когда вы будете Попадать в какую-то ноту Здесь же стоит Привести сразу же Аналогию С гитарой Вот собственно У меня гитара И сейчас мы просто Одну простую вещь С вами посмотрим Вот две струны Они между собой Сейчас настроены То есть они дают Определенный интервал Он называется кварта И соответственно Если я сыграю Открытый лад То есть тупо Нулевой лад На первой струне Это будет нотка до Да у меня строй От до И шестая струна Соответственно Си бемоль Или ля диез Как хотите называйте То есть низко А стандартный строй У гитары Вот отсюда Вот начинается Да то есть Логика в чем Пятый лад На второй струне Дает ту же самую ноту Вот они между собой Настроены Я сейчас беру Допустим Давайте вторую струну Вот так вот Надо будет расстроить Первую Да И вот это вот Ваш голос Такое прям Мимо Да Наша задача Дотянуть Вот эту вот струну Так чтобы она звучала Так же как Вот эту вот Поехали Подтягиваем Вот они между собой Начали звучать одинаково Это называется Унисон Когда одинаковая нота На двух разных инструментах Например Да то есть Еще раз пробуем Да то есть Вот сейчас я ее Уведу Слышно да Поплыло Вот она Вот они настроились То есть Таким образом И будет Ваш голос Стремиться К какой-то Определенной ноте Проще всего Это делать сначала Подъезжая Или опускаясь К ноте То есть Ну в любом случае Подъезжая Либо снизу Либо сверху Просто потому что Вы не умеете Этого делать Еще не понимаете В дальнейшем Нам нужно будет Попадать в ноты Сразу Да где-то будут Какие-то определенные Партии Что нам нужно Как-то там Да въехать Да вот таким вот образом Но в первую очередь Нам нужно будет Научиться попадать В ноты Четко прям Мы знаем что сейчас Будет эта нота И мы прям В нее попали То есть мы не целимся Когда вы начинаете Заниматься Нету в этом Ничего страшного Просто нужно помнить О том что потом Нужно будет привыкнуть И научиться попадать В них сразу То есть вы на пианино Например нажимаете клавишу И звучит именно та нота Которую вы хотели Услышать Если она будет расстроена Будет другая нота И ну вы понимаете Не очень прикольно Все это будет звучать И в заключение Самый важный элемент Который вам нужен Для того чтобы Просто заниматься Это какой-то инструмент Это может быть гитара Это может быть Флейта Например Это может быть Там пианино Какой-то Миди клавиатура Но Самым оптимальным Вариантом Естественно будет Либо пианино Либо синтезатор Какой-то дешевенький Либо миди клавиатура Ну и либо На худой конец Просто в онлайне В гугле Забейте просто Виртуальная пианино И на клавиатуре Нажимайте себе клавиш Единственное что В любом случае Лучше всего будет Потом себе Приобрести какой-то Синтезатор Чтобы у вас была Возможность Реально на клавиши Нажимать Потому что На клавиши Именно на клавиатуре Жать это Ужас вообще Реально На телефонах Есть пианинки Сейчас вот На любом смартфоне Можно скачать пианино Какое-нибудь Хотя бы Чтобы было Но все равно Ощущение живых клавиш Вот именно Когда вы их нажимаете Потому что Что здесь работает Ваши руки Запоминают Расположение И направление Движения То есть Вы играете Да там И это движение Передается вам в голову Ваш голос Запоминает Заочно Запоминает Как это происходит То есть Когда вы заучиваете Разные гаммы Какие-то упражнения Делаете Это естественно Работает Только с инструментом Просто так заниматься Ну конечно Можно скачать Какие-то распевки Но опять же У вас не будет Вот этой вот Привязки к рукам Которая очень хорошо Помогает во время обучения Вы прям смотрите И видите Так вот Эта нотка Значит Если мне надо На тон выше Вот у меня здесь была Фа Да А я хочу Например Подняться до соль Значит Голосом Это у нас будет Явно не сюда Да У нас это будет сюда Да То есть Это будет вверх А не вниз То есть Опять же Вы запомните Направление движения Вверх или вниз И соответственно Когда вы начинаете Заниматься Здесь нужно следить За тем Чтобы тембр Инструмента Под который вы Занимаетесь Был максимально Похож на голос Именно по этой причине Лучше всего Подходит пианино Просто вот Вы зажимаете клавишу И как бы она Тянется Похожим очень тембром Потому что у гитары Тембр выше Он тоньше Он тоньше И будет казаться Что нота Которую вы Играете на гитаре Она выше на октаву Чем ту Которую вы Собираетесь петь Вот И соответственно Чтобы попробовать Вот мы допустим С вами берем Одну ноту Настроились На нее Или там Поймали То есть просто Намычали Чтобы как-то К этому делу Ко всему Прицелиться Ну и соответственно Давайте Ваше домашнее задание Первое Это мы учимся Контролировать Свои плечи И грудную клетку Чтобы она не скакала Учимся держать Прямую спину Чтобы у нас Лопатки Все вот это вот Прямое было Дальше Мы учимся просто Ловить давление То есть А А Да И каким образом Это проще всего делать Мы просто открываем рот 5-6 секунд Не дышим То есть прям Вам на горло Легко начнет Давить воздух А И вот как раз Из того места Куда вот этот пузырик Такой воздушный Упирается Вам нужно воспроизводить звук То есть вы почувствуете Такую буковку Т Как будто Ну то есть Поверхность Куда давит воздух Вот так вот снизу Вам вот отсюда Вот надо начать Воспроизводить звук То есть пробуем Открываем рот Не дышим Не шевелимся Вообще просто А Прям оттуда Как будто у вас там Пузырик такой надулся И вы такого Лопаете Чтобы звук Оттуда воспроизводился Ну и соответственно Туда же будем приклеивать Дыхание То есть Вот таким вот образом Вы постепенно Начнете привыкать Пользоваться своим голосом Именно в такой знаете Поющей И нормальной Резонирующей Опорной позиции Ну Это на будущее Чисто вам говорю Потому что О резонировании Мы с вами будем говорить В следующих видосах Если этот видос Был для вас полезным Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Долбаните в колокольчик Все дела Не забудьте подписаться На другие мои каналы Все ссылочки есть в описании Там вы найдете Ссылочки на мою группу На мой влоговый канал Где еще ближе Сможете со мной познакомиться И обязательно напишите В комментариях На какую тему Снять следующее Такое обучающее Большое Видео Давайте увидимся На следующей неделе Покедова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok